Вы анонсировали, что расскажете про генерала-стриптизёра. Слушайте, меня потряс этот генерал Матовников, он же герой России, чтобы вы понимали. Помните, который танцевал в стриптах? Та-да-да-да-да-да. Палтиночка. Да, потрясающая история. Я посмотрел, я ж всегда вот, я помню наказы старших товарищей. Мне всегда говорили, хочешь понять про человека, изучай биографию. Тогда человек становится ближе и понятнее. Я заглянул в Википедию, опять-таки, помните, как мы разбирались с вами в прошлый раз Яшу Кедми, который оказался Яшей Казаковым, советским КГБшником. А сейчас вот я открою вам про Матовникова, почитаю. Это очень прекрасная история. Сейчас вот не поленюсь. Причём это Википедия, ничего нового. Матовников. То есть, все видели этот стриптиз в исполнении российского генерала, героя России. Стриптиз, адресованный его гей-другу. То есть, за что я их ещё ненавижу? За то, что они преследуют ЛГБТ, а верхушка почти вся гей. Понимаете? За это двуличие, за эти тройные стандарты. Что вы привязались к несчастным геям, к лесбиянкам, преследуете ЛГБТ, если вы сами хотел сказать геи. Да не, они не геи. Не, 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 пожалуйста, мы в прямом эфире. Все всё поняли. У нас нет отметки 18. Все всё поняли. Да, так вот, посмотрите на эту рожу. Это же тоже... Сейчас покажу вам. Посмотрите на эту рожу. Это же страх Божий Оксана. Посмотрите. Суровый российский генерал. Посмотрите, рожа какая. Читаю. Это забавно. Александр Анатольевич Матовников. 65-го года рождения. Генерал-лейтенант. Герой Российской Федерации. Заместитель главнокомандующего с сухопутными войсками Российской Федерации. 22 января 2020 года. Он был заместителем командующего силами специальных операций ГРУ. Вы знаете, что такое ГРУ и что такое силы специальных операций? Серьезная история. Да, да. Главное разведывательное управление. Да, он был зам... Он был заместителем начальника главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, там где Чечня. Это не хрен собачий вам. И членом Совета Безопасности России он был. Это высокопоставленный чёрт. Так вот, биография. Вот сейчас будем дружно смеяться. Родился в Москве. Дед по отцу, красиво пишут, артиллеристом участвовал в Великой Отечественной войне. А дед по матери воевал в гражданскую войну в Туркестане. Великую Отечественную командовал дивизией, участвовал в боях в Сталинграде и в Брянске. Отец, Анатолий Михайлович Матовников, военный, кадровый сотрудник Комитета государственной безопасности, занимавший в 80-х годах должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ. Что такое 7-е управление? Это наружка. Это наружное наблюдение за советскими иностранными гражданами. В подчинении которого находилось антитеррористическое подразделение А. Группа Альфа. То есть, его отец был фактическим куратором группы Альфа в том числе. В 91-м году после путча ГКЧП, в условиях возможного штурма здания КГБ на Лубянке, отец генерала Матумникова уничтожил секретные документы управления, за что впоследствии был отправлен новым начальством на пенсию. Ну а что наш герой? В 82-м году поступил в высшее пограничное военно-политическое училище КГБ имени Ворошилова. И после его окончания в 86-м году начал служить в группе Альфа. Принял участие в войне в Афганистане, где решал специальные задачи в интересах КГБ. Занимал должности, я уже сказал какие. В 87-м году участвовал в охране генеральной секретаря ЦК КПСС Горбачева, приехавшего с государственным визитом в Вашингтон, США. Обеспечил безопасность Тетчер во время ее визита в Армянскую ССР, пострадавшую от землетрясения. Затем в 92-м году окончил высшую школу Министерства безопасности Российской Федерации. Принял участие в обоих чеченских войнах. Нескольких спецопераций, в том числе на Северном Кавказе. Был одним из руководителей штурма больницы в Буденовске. Участвовал в антитеррористической операции в Норд-Осте на Дубровке. Расследовал обстоятельства штурма школы в Беслане. В чеченских кругах имел прозвище Чекист. Непростой штемп. Прослужив около 30 лет в Альфе, в 2013 году был переведен на работу в Министерство обороны. А затем назначен на пост заместителя командующего силами специальных операций ГРУ. Дальше. Дальше он получал свои должности. был одним из руководителей секретными военными операциями за границей, в том числе в Украине, где во время присоединения Крыма к России, присоединение они пишут, занимался координацией действий личного состава. Также на командных постах принял участие в военной операции России в Сирии. Получил звание Героя России за Сирию. Ну вот, значит, что еще о нем интересного? Ну, в Совете Безопасности России был, да. Значит, тут доходы, все. Свирепая рожа какая. Свирепая рожа, если не видеть, покажу вам еще эту рожу свирепую. Вот смотрите. Да, да, мы видели. Звероящер такой на фото, да? Если не видеть, с каким азартом, прикрывая яйца простыней, он танцует стриптиз для своего гей-друга. Та-та-да-да-да-да. Так может, он для женщины танцевал? Чего вы взяли? Нет, нет, там переписка. Там переписка же есть. Для женщины танцы так не танцуют, Василий. Вы бы так танцевали для женщины? Для мужчин, я бы так не танцевал. Нет у меня такой привычки. Есть разница в танцах для женщин и для мужчин. А ну расскажите, Дмитрий. Я не владею такими обширными знаниями. Я не прошу показать. Но просвещенные люди мне рассказали разницу. Кстати, вы знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в российской армии процветает гомосексуализм. Это еще было с советской армией, это тщательно скрывалось. Но это явление процветает. И мы видели даже видео с российскими военнослужащими в окопе. Вы помните, наверное, да? Не помните, как они доставляют друг другу радость. Потому что оно есть в Ютубе, можно посмотреть. Снято с нашего друна. А можно не смотреть? Да нет, придется смотреть теперь. Придется. Так, Дмитрий. Вы, если думаете, что вы заговорили зубы и отвели внимание от себя... То есть у вас тоже ничего не выйдет. Значит, смотрите. Кто это? Да, это очень смешно. Кто это? Это я. Что вы делаете? А вы можете еще крупнее показать, чтобы людям было видно? Еще, 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 еще. И не под углом. И не под углом. Можно ровнее? Во! Прекрасно! Во! Посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья. Насколько я умею смеяться над собой. Значит, это было третьего... Третьего... Спасибо, все посмотрели. Это было третьего марта прошлого года. Началась война полномасштабная. И у меня каждый день интервью. И вот назначено интервью с Михаилом Ходорковским. Погода была такая... Такая не очень хорошая, промозглая, сырая. И у меня что насморк разыгрался. Ну и я выхожу в эфир. С улицы прибежал. Выхожу в эфир с Ходорковским. И чувствую, ну, сопли бегут из носа. Ну, некрасивая история, некрасивая. Думаю, ну, что делать? Я раз в себя втянул. Два в себя втянул. На третий раз я понял, что это не поможет. Носового платка рядом нет. Спереди лежит чистое белье. Взял трусы Армании. Совсем забыв, что я в эфире нахожусь. Вот. Кто-то из внимательных зрителей опубликовал у себя в Инстаграме это. И я себе в Инстаграм это перепостил. Потому что в этом нет слабости. В этом есть жизнь. Это жизнь. У меня с Михаилом Ходорковским, это уже вторая история. Первая была во время интервью Барак Обама. Это вторая трусы Армании. Единственное, что хочу сказать. Трусы были чистые, свежевыстиранные. Поэтому все нормально. Так. Ну, давайте скажем, не ваши. Мои. Ну, что вы всю интригу, значит, испортите. Ну, мои. Ну, что делать? Скандал не получается тогда. Мои. Не, как говорится, нечего, как говорится, смаковать. Дмитрий, вопросы сейчас понесутся. Пожалуйста. Я готов задавать вопросы. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Самое время у нас осталось не так много минут до окончания нашего прямого эфира. Нас смотрят 21 тысяча из 6 человек на двух каналах одновременно. Пожалуйста. Очко. Так. А я обычно губит, да. Значит, Дмитрий, а вот по поводу Ходорковского я хотел спросить. А он вас потом не спрашивал, говорит? Нет. Что была реакция на барак? Нет, он интеллигентный человек. Не спрашивал. Он был удивлен. Он был удивлен, что это так полетело. Я сам был удивлен. Я таких шуток отпускал и отпускаю по несколько за программу. Что-то Барак Обама так зашел, вы знаете, удивительно. Так. Но не всем это нравится. Есть многие, которые... Это нормально. Я вам скажу больше. И я не всем нравлюсь. Я даже многих раздражаю. Я вам скажу больше. Но отношусь к этому с пониманием. Вот вы задавали вопрос в недавнем интервью с Алексеем Арестовичем. За что его выпускают материалы против него. Откровенно мочат. Я скажу, что я заметил недавно в социальных сетях. И в Ютьюбе, и в ТикТоке тоже. Что по вам тоже работают. Как думаете? Кто и зачем? По мне работают две группы. Первая это русские. Ну, не будем забывать их любовь ко мне. И не будем забывать, что они мне в результате... Какой комплекс мер они против меня ввели. То есть, я с удовольствием всегда повторяю. Ни один гражданин Украины за почти 32-летнюю историю нашей независимости не получал от Российской Федерации такого комплекса мер, как я. Уголовное дело по трём или четырём статьям. Внесение в реестр иноагентов. Внесение в реестр террористов и экстремистов. Заочный арест. Я ещё в розыске нахожусь. Россия объявила в розыске. То есть, такой порции нет ни у кого. И, естественно, работает огромное количество российских ботов. По мне это видно по моим выступлениям. Там всегда под видео со мной или под моими постами всегда пасётся огромное количество русских ботов. Напишет там кто-то, козёл, нажимая на кнопочку, ноль подписчиков, ноль публикаций, здравствуй, бот. Ну, я люблю, я нормально к этому отношусь. Меня это не задевает и не трогает совершенно. Вторая группа ботов, которые работают против меня, они из Украины. Они патронируются российской агентурой в Украине непосредственно. Это продолжение того же самого. И даже несколько журналистов, ну или тех, кто считает себя журналистами, тоже работают против меня. Конкретно это всё видно. Эти журналисты являются агентами влияния Российской Федерации. Мы знаем, кто это. Ну, я к этому тоже спокойно отношусь. Я придерживаюсь точки зрения. Когда про тебя говорят и пишут, значит, есть о ком говорить и писать. Пусть говорят, пусть пишут. Я с радостью буду это всё читать и слушать. Ну и, как я и обещал, на десерт Поворознюк. Это прекрасный человек. Это прекрасный человек. И если бы Поворознюка не было бы, его следовало бы придумать. Мы подходим к финишу в истории с Поворознюком. Мы закругляемся. Может, ещё пару недель понадобится до оглушительного материала про человека, которого считают убийцей. Убийцей, я подчёркиваю. Это непростой парень. Мошенником, аферистом, вором, просто подонком. История Поворознюка, она интересна, знаете, даже не Поворознюком. Она интересна, как типичная история для нашей страны, к сожалению. История Поворознюка, вообще, это за счёт чего Поворознюк стал Поворознюком? За счёт двух моментов. Первое. Издевательство над крестьянами, над жителями Петрового и близлежащих сёл. То есть, он их давил, он их уничтожал, он издевался над ними. Он запугивал их, он бил их, он калечил их, он стрелял в них. Это, с одной стороны. И второе, это история потрясающей коррупции, в котором участвовал сам Поворознюк. Корруппировавший районную и не только власть, в том числе и судебную. И, конечно же, милицейско-полицейскую. История Поворознюка, это история издевательств вот таких вот царьков местных, как он, как Лозинский, над гражданами Украины. И одновременно история коррумпирования местной верхушки, местной знати. Не только районной, но и областной. Слава Богу, что всё это всплывёт наружу. Мы проделали огромную работу. Мы привлекли лучших юристов, лучшую фирму юридическую. Мы привлекли лучших частных детективов. Мы выкопали всё практически, что удивит всех. И, конечно, когда мы увидим Поворознюка, эту жирную свинью, за решёткой, я думаю, что огромное количество запуганных им жителей Петровского района вздохнёт с облегчением, потому что он терроризировал годами, десятилетиями ни в чём не повинных людей. Меня, знаете, что расстроило? Что эти люди дали себя терроризировать. Что они безропотно сносили издевательство над собой. Этой жопы жирной, тупой. Но они мне говорят, а вы бы тут сами пожили. А мы боялись. А мы в полицию заявляем. А они ничего не делают. Он их купил. А мы в суд. А они ничего не делают. И он их купил. И он нам говорит, ну что, добились справедливости. И мы перестали верить в справедливость. А теперь поверили. А теперь будет самое интересное. Скоро кульминация. Это чучело. Нет, это чучундра. Он вообще у меня ассоциируется. Я когда его вижу, я его тётя называю. Потому что он очень женоподобный. Похож на такую жопастую тётю. Эта тётя скоро будет вопить. Но её вопли никто не услышит. Крыша её от неё откажется. Потому что крыше невыгодно поддерживать эту вонючку. Он останется один. И это будет кульминацией. Достойной кульминацией нашего многочасового, системного, яркого и красивого расследования. Дорогие зрители, будем благодарить каждого из почти 21 тысячи зрителей, которые были с нами на двух каналах. Напоминаю, что нужно подписаться на YouTube-каналы Олеся Бацман, Дмитрий Гордон, Голованов в гостях у Гордона. Ссылки вы найдёте в описании под этим видео. Прямо сейчас, пожалуйста, подпишитесь на эти четыре канала. В понедельник у Дмитрия Гордона выходит интервью с Чичваркиным. В среду не Коглай. Во вторник с Олесей Бацман. Стрим не пропустите обязательно же. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Поворознюк. Это чтобы поржать. Во-первых, посмотреть на дебила в действии. Во-вторых, ну слушайте, это потрясающе. Идёт война полномасштабная, да? Этот дебил, этот даун делает клип и поёт песню на мотив круга. Мы обсуждали с вами, Дмитрий. Так это не конец. На мотив круга Владимирский Централ. Петривщина моя, тра-та-та-та-та-та. Понимаете? Я это выставляю в Инстаграме. Казалось бы, если ты имеешь хоть немножко клепки в голове. Ну, во-первых, удали это видео. Ты поёшь во время войны с Россией песню российского криминального любимого певца. Казалось бы, удали это видео. Этот дебил не удалил это видео. Он записал новое. На мотив песни круга девочка пай. Я таких идиотов не видел давно. Но вы представляете, как он плывёт сам в руки. Его даже не надо искать. Он тут. Поэтому подпишитесь на канал Пава Рознюка. И на YouTube канал. Поугарайте с идиота. Это очень приятно сегодня, когда у нас так мало позитивных эмоций. Спасибо.